Всем привет дорогие друзья, с вами Варунс и сегодня я хочу поделиться с вами личным топом варфреймов, которые я предпочитаю для повседневной игры и миссии Стального Пути. Также продемонстрирую оружие, которое использую постоянно. Итак, поехали. 5 место уверенно даю Хильдрин Прайм. Эта крошка не знает жалости к противнику. Играть на ней несложно, для комфорта я использую мрак Сивагота лишь для замедления противника по области, за счет чего в вас будет прилетать меньше урона. Далее аугмент мод Пылающий Грабеж. Враги под влиянием третьей способности Укрытия будут получать дополнительный урон огнем и восстанавливать нам щиты при использовании второй способности Грабеж. Тут все просто, активируем мрак и укрытие, далее спамим второй способностью и вуаля, толпы мобов под контролем, на них приличное количество статуса огня, нет брони и они крайне уязвимы. К тому же еще и отлично восстанавливаются щиты при каждом использовании способностей. Мистификаторы никак не влияют, поэтому можно ставить на свой вкус. Перейдем к тесту. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Четвертое место Цитрина. Многие записали ее в саппорт и вкачали в ранг и убрали на полку, но мне данный фрейм ох как понравился. Заменил четвертую способность на всплеск пробоя от Висп. Тут важно использовать все скиллы для выживаемости и урона, и в данном фрейме они идеальны. Первая способность наносит урон разрезом и ударом, как повезет, но с памяти можно пока не закончить энергию, плюс пораженные этим умением противники имеют повышенный шанс выпадения сфер здоровья и энергии. Соответственно, особенно страдать не придется. Далее вторая способность это оберегающая оболочка. Распространяется на группу, снижает получаемый урон и также увеличивает снижение урона с каждым убийством противника или же помощью в убийстве. Можно перекастовать на себя в любое удобное для вас время. Ну и одна из фишек фрейма это призматический самоцвет. Цитрина устанавливает кристалл, который наносит урон врагам, которые в свою очередь получают повреждения от оружия цитрины. Наносит все 4 стихийных статус эффекта, соответственно и решил поставить 4 мода архонтам. Суть игры крайне простая. Перед прыжком в гущу врагов накладываем на себя вторую способность. Далее ослепляем врагов всплеском пробоем, ставим кристалл и начинаем неспеша спамить нашей первой способностью, иногда обновляя всплеск пробоя на врагах. Итак, по кругу. Эффект мне очень понравился. Из мистификаторов решил использовать линьку эффективности, которая добавит нам длительность, и мистическое благословление, которое при поднятии сфер здоровья будет накапливать наше максимальное количество хп. Итак, перейдем к тесту. Продолжение следует... Третье место хочу отдать страдальцу Кулерва, который расплачивается за свои грехи. Но тем не менее, фрейм достаточно интересный. Высокая выживаемость, отличный урон, плюс баф оружие ближнего боя. Первая способность – нистовый шаг. Кулерва делает рывок к противнику и наносит тяжелую атаку оружием ближнего боя, после чего увеличивает шанс критической атаки для ближки. В моем случае на 464%. Удержание данной способности работает как телепорт, хотя сомневаюсь, что кто-то этим пользуется. Далее – воздаяние. Кулерва выбрасывает вокруг себя 10 кинжалов, которые поражают врагов разрезом и вызывают кровотечение. Но самое интересное то, что данная способность отлично восполняет здоровье в аэрфрейме, и дополнительно он будет получать сверхзащиту, если здоровье на максимуме. Сверхзащита, кстати, напоминает кожурина. Она быстро копится и также быстро слетает при получении урона. Но для дополнительной выживаемости это идеально. Далее еще одна интересная способность, а именно проклятие рода. Кулерва связывает врагов нитью, что позволяет переносить до 100% урона во всех связанных данной способностью врагов. Идеально сочетается с первой способностью. И четвертая способность мне вообще никак не зашла, хоть там и хорошее наложение разреза на врагов. А не понравилось тем, что она бьет по определенной области. А фрейм сам по себе очень динамичный и редко стоит на месте. В общем, советую менять на способности от гельминта, который вам понравил. Я предпочитаю использовать боевой клич валькирии, элементальный страж от хромы, подпитку глитгренделя или мрак сивагота. Также хотелось бы побаловаться клинками ерели, думаю будет весело. Мистификатор использую для оружия ближнего боя, так как кулерва лучше играть от ближней. Итак, перейдем к тесту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 2 место Octavia Prime Эта мадам с легкостью может раскачать толпу своей музыкой, что делает ее крайне комфортным варфреймом. Первая способность – молот, который наносит урон по области и оттягивает внимание врага на себя. Проще говоря, данный молот перенаправляет урон обратного врага, усиливая его на определенный множитель. Вторую способность я заменил на грабеж для восстановления щитов и снятия эффектов статуса с себя и союзников. Третья способность дает себе и союзникам дополнительные бонусы за выполнение определенных действий. Хороша также и невидимость за приседания в... Ну и четвертая способность – усилитель. Покитывает силу из уровня громкости звуков окружающей среды и использует ее для усиления урона Октавии и ее союзников. Также удваивает урон и зону поражения ближайших молотов. Перейдем к тесту. Перейдем к тесту. Перейдем к тесту. Ну и мой топ варфрейм в игре – это Ревенант Прайм. Я просто обожаю его за его выживаемость. Итак, первая способность – порабощение. Ревенант переманивает на свою сторону врага, заставляя его атаковать бывших союзников и отвлекать их на себя. Также при нанесении урона они могут порабощать себе подобных. Вторая способность – чешуя Мессмер. Самая сильная способность для выживаемости в игре. Дает 26 зарядов щита. Каждый заряд может блокировать любое количество урона. Также атаковавший противник впадает в сон и его можно поработить, не затратив энергию. Также после снятия каждого щита Ревенант получает одну секунду неуязвимости. Советую к применению Augment Mode щит Мессмера, который увеличивает на 50% мощности чешуи и дают союзникам 5 зарядов чешуи в радиусе синтеза. Далее третья способность – опустошение. Ревенант проносится волной энергии по врагам, крадя у них щиты и здоровье. А у рабов, которые находятся под действием первой способности, в двойном размере. Четвертую способность я предпочел заменить, ибо крутиться на высоких уровнях – такое себе занятие. В основном использую затмение Мираж. Также подойдут любые усиливающие способности, например, рев, подпитка, шепот ксеты. Иногда использую ловушку Коры для лучшего контроля толпы. Итак, перейдем к тесту. Продолжение следует... Продолжение следует... Как и обещал, я скажу о своем сетапе оружия, который использую ежедневно, а именно дробовик Седа, потоковый пистолет Сикрон Дагмат и двуручную уникану Флюгер, который использую через тяжелую атаку. Все билды на ваших экранах. Почему именно такой сетап? Флюгер отличная ближка, которая наносит колоссальный урон тяжелой атаки и стабильно накладывает разрез, а как известно, кровотечение в игре это имба. Далее Седа. Это просто топовый дробовик, который имеет врожденную избытку и наносит увеличенный урон за каждый действующий на цель эффект статус. Плюс, на мой взгляд, это лучшее оружие для усиления моды избыточное состояние, так как альтернативная атака Седа с легкостью накладывает до 10 статус эффектов на врага, тем самым увеличивая наносимый урон с помощью Флюгера. Ну и Секрон Дагмат я использую из-за его простоты и удобства. Напоминает Нюкор Кува, но на мой взгляд, Секрон куда мощнее. Плюс, его боезапас восстанавливается автоматически и не стоит переживать, что закончатся патроны. По итогу, все варфреймы, которые были упомянуты в ролике, крайне комфортны для игры и достаточно выживаемы, отлично подойдут для новичков, которые еще не особо разобрались в игре и хотят фармить стальной путь. Все билды более-менее бюджетные. Скажу сразу, что все варфреймы хороши и сильны по-своему. Я лишь выделил своих любимых, которыми часто играю. Ну а на этом у меня все. Копируй билды, играй и получай удовольствие. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. С тобой был Варумс. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok